будет делать но вчерашняя пятиминутка здесь пока никакая значит что касаемо акции mtg по ней уже говорили то есть если 3 пробьет можно где-то садиться конечно в долгосрок я бы лучше подождал бы пока она как минимум к двум долларам откатиться если она пробьет 3 и пойдет далее то но можно как бы брать но честно говоря тогда не знаю где ставить стоп то есть если она пробьет где-то три там укрепит то тогда да а так честно говоря 3 доллара пока вернее до 3 доллара за акцию пока на данный момент это неплохой уровень сопротивления то есть просто нужно за не наблюдать вообще для фундаментала я не признаю то в скайпе должен быть в принципе сейчас я в болталку что-нибудь напишу да вроде бы сообщение прошло вроде бы когда прошло все вообще для среднесрока для свинга и так далее я не при ну не то что не признаю технический анализ я не верю в акцию если допустим не видите что у нее происходит по фундаменталу как минимум надо знать что нету новостей там о каком-то каком-то банкротстве как минимум надо понимать что нету сделок слияния поглощение то есть там нужно отфильтровать целую кучу негативных новостей то есть если у нее хороший фундаментал акция показывает прибыли постоянные да то есть то что произошло снижение ничего страшного то есть если прибыли есть и компания сама по себе более или менее нормально себя чувствует по фундаменталу найдет ниже например тот же джен кей акция была очень сильно перепродана то есть вот обратите внимание на ее дневку то есть вот ее все-таки развернули она падала уже не помню сколько по времени на там с 20 долларов просто сумасшедший тренд был фундаментал у нее более или менее был неплохой то есть вот она начала возвращаться вчера кстати один из таких серьезных генеров был то есть вот на дневке обратите внимание был уровень 720 приблизительно 725 вот обратите внимание как она открылась тоже вот 725 пробивала откатилась и потом пошла то есть очень неплохой был рост это же обратите внимание на более мелкий таймфрейм какие здесь были точки входа фундаментал посмотреть это не подходит фундаментал нужно как минимум несколько книг прочитать чтобы понимать эти показатели фундаментал есть у нас даже на том же финвизе вот мы включаем акцию да допустим тоже джен кей тут уже есть вот фундаментал то есть показатели фундаментального анализа есть допустим сайте nbc.com где можно посмотреть историю на тех же и ps на сайте google finance можно посмотреть все падения рост акции обозначены буковками нажимаете на эту буковку и там конкретно будет показываться новость которая была в этот момент и так далее это вот google финанс в этом плане очень понятен нужно знать что такое показатели по и что такое показатель и ps надо знать историю гайденсов то есть нужно за акции проследить на протяжении там последнего года что с ней было то есть если она действительно стоит дешево показатели у нее там ничего страшного у нее не было тогда можно сделать следующую вещь можно сделать buy and hold это просто купить и держать особенно акции которые стоят 3 доллара потому что для свинга ну в некоторые из них подходят да но как правило для свинга не не подходит акция которая стоит 3 доллара там с риском допустим в 1 доллар если не взять там или там 50 центов она будет стоить тогда выходить либо выходить из нее только тогда когда будет новость о ее там банкротстве ли еще о чем-то эта стратегия buy and hold вот как раз на обвалах как раз на низах эту стратегию и применяют вот в марте 2009 года уже с февраля там набирались инвестора набирали серьезные позиции и потом год там даже полтора без перерыва был тренд наверх то есть практически с такими малыми откатами и все шло выше печатали деньги и акции очень серьезно росли то есть некоторые акции с того момента выросли там с одного доллара были даже с одного доллара до 50 то есть но они до этого стоили там 100 долларов то есть бывало и такое допустим та же компания lvs то есть можете посмотреть по дейли чарту сколько она стоила там полтора доллара стоила сейчас стоит вес я не знаю по моему больше 50 долларов да вот 47 долларов она сейчас стоит она стоила вообще полтора во время обвала хотя это казино это финансовый сектор то есть он никак не мог обанкротиться с фундаменталом было все нормально то есть поэтому что касается долгосрока я считаю что если в обороте нету там около 50 тысяч долларов если вы не разбираетесь фундаментальном анализе то есть если вы не занимаетесь этом этим профессионально это можно пробовать это можно учиться но это будет не учеба это будет просто скажем так скажем так такой вот технически технически долгосрок скажем так тоже тут будет своя статистика но как по мне сам по себе средний срок он должен быть скажем так там из пяти позиции должна быть одна отрицательная все остальные все-таки должны идти то есть если рассматривать их по фундаменталу что касается свинга здесь не обязательно 3 доллара акции торговая здесь можно находить акции которые стоят там 15 20 10 долларов и там вот купить в один день недели продать там в пятницу к примеру но это нужно понимать циклы рынка то есть вот какой сейчас цикл рынка мне кто-то может сказать я допустим не понимаю то есть я мне кажется что рынок пойдет выше да то есть я вижу что всех вот вниз спускает выбрасывается рынок потом возвращается то есть но в swing сесть в какую-то акцию просидеть неделю я бы сейчас не рискнул потому что один день фьючерс у нас минус 11 закрывается рынок плюс 100 в другой день фьючерс у нас все наоборот то есть немного непонятная ситуация есть неопределенность и тут на днях может там греться дефолтнуть может еще что-то быть и так далее поэтому тут очень непонятная ситуация что будут делать с рынком будут в нее покупать будут в него вливать еще деньги то есть неважно кто будет покупать люди или же там со стороны государства будет какая-то покупка но на самом деле ситуация сейчас такая серьезная что не понятно вообще что куда пойдет поэтому желательно сейчас все-таки настроиться на такие вот моменты именно внутри дня потому что они в принципе для нас сейчас самый безопасный то есть мы не будем засыпать тогда когда у нас позиция есть overnight и мы переживаем какой завтра будет фьючерс в принципе предугадать фьючерс очень тяжело вот есть моменты когда видно что фьючерс должен быть таким то да но как правило это гадание на кофейной гуще то есть это практически нереально узнать будущее то есть может в любой день случится какая-то новость и все вернется совершенно в другую сторону поэтому можно предполагать конечно можно на этом пробовать как бы разрабатывать какие-то идеи но желательно скажем так все-таки сосредоточиться на внутри дня то есть это это лично моя позиция то есть вам уже как виднее значит что касается этих акций все мы просмотрели просмотрим несколько акций которые у нас неплохо стоят также по дневке то есть обратите внимание на акцию файл daily chart ниже 20 долларов акция тоже не стоило то есть был сквиз до 1950 ну вот довольно таки интересно немного она тонковатая но вот обратите внимание вчера особенно цена 2190 очень неплохой левел образовался пробой ниже еще один раз акция отстоялась с не пустила выше и очень неплохо упала дальше то есть файл я бы тоже конечно сегодня выписал значит пели мws в дима очки рассмотрели значит пике и ай вот пике и а это однозначно я себе буду выписывать почему потому что ну тут более четкая база внизу не размытая то есть тут вот цена хорошая 2075 и вчера на в этой цене как раз акции закрылась то есть поэтому посмотрите последние три дня как ходила эта акция особенно последние два два дня очень плавно очень красиво то есть пике и ай довольно таки неплохо смотрится значит диджи да есть премаркет неплохой на тоже эта новость и естественно может пойти на закрытие гэпа об своего не был гэп об то есть может спокойно пойти пройти вниз значит что касается эй ч с пи тоже интересно дневка может с вероятностью выхода на нью-лоу то есть посмотрите эй ч с пи то есть довольно таки тоже неплохо смотрится так значит w hr вчера вышла на нью-лоу rpm неплохой плавный ход вчера был у акции но тут немного непонятно поднявки wlt довольно таки дорогая и смотреть не будем что касается джен кей эту акцию желательно несколько дней не отпускать почему потому что она сейчас начала разгоняться разгоняться начала против рынка и при пробое тех же 8 долларов она тоже может неплохо пройти то сегодня думаю что она может и отстояться может откатиться но в ближайшем будущем эту акцию я бы не отпускал искал бы у нее уровни поддержки внутри дня и одних находил бы в ней все таки лонги неплохие то есть довольно таки неплохая акция может быть сейчас как раз для внутридневной торговли значит в л оу тут немного непонятно если не ошибаюсь это у нас нефтянка значит и ч у с довольно таки волатильная пэй внутри дня не подходит эйч и ничего не могу сказать но тут уже не очень интересно конечно вот неплохой момент был в эти оу не знаю даже что это за акция то есть тоже вот уровень вчера она проходила то есть образовался уровень по 30 430 эти оу но тоже не очень-то ход мне нравится значит акция си эль gx дневка довольно таки интересная пошла акция на закрытие гп-даун то есть у нее потенциал до 14 долларов есть как минимум вчера вот интересная цена 12 00 то есть может эта базочка будет хорошим сегодня уровнем поддержки то есть если акция не не пойдет в шорт именно от этой цены то можно где-то ее рассматривать на продолжение значит но в принципе просмотрим еще то акцию которую вы сбросили лаз и будем уже готовиться к открытию рынка он через восемь минут открывается laz совершенно верно очень похоже на пике и ай и на fio то есть на те акции которые сейчас стоят на своих уровнях минимальных то есть на low находятся и этот лог могут спокойно пробить особенно на отрицательном фьючерсе фьючерс у нас кстати минус 11 9 то есть это довольно таки сильный поэтому смотрите на акции которые не будут падать утром за рынком из на те акции которые по рынку очень неплохо ходят то есть они могут во второй половине дня тоже неплохо шортаться значит лаз тоже совершенно верно можно акцию вписать из вчера очень придавлено шла с повышением объема то есть два дня уже объем повышался то есть можно эту акцию естественно рассматривать хорошо значит все минут у нас до открытия рынка посмотрим по времени может быть сегодня кто доживет до клоуза имеется ввиду сегодня у нас пятница обычно я заметил активность пятницу вечером падает то есть если активность будет у нас довольно таки серьезно может все таки еще просмотрим некоторые акции из нашего форума всем желаю сегодня удачи сделать как минимум одну хорошую сделку с минимальным риском с хорошим потенциалом и уже встретимся в самих чатах по поводу дисциплины и общения в чате по поводу сквернословия по поводу всего это скажем так такой вопрос все это вижу все это отмечаю поэтому если будут подобные вещи то вашего вас от вас много обращений было по этому поводу то это будем как бы исправлять такими более жесткими методами но как бы придется хорошо до встречи тогда уже в чатах